Доброе утро, уважаемые коллеги! Меня зовут Олег Тотанов. Я вот под началом с Светланой Николаевной работаю, поэтому некоторые картинки вам покажутся знакомые, возможно. Я занимаюсь исследованием протеома экзосом крови с целью поиска новых неинвазивных маркёров рака молочной железы. Подробно останавливаться на экзосомах не буду. Уже поговорили и поговорим ещё раз. Важно то, что они являются неким молекулярным фингерпринтом клетки, из которой они секретируются и переносят в своём составе функционально активные белки и РНК, которые способны приводить к ряду эффектов в клетках-реципиентах. В частности, показано, что при развитии злокачественных новообразований экзосомы способны активировать рост и инвазию опухоли, влиять на анкезию клеток, стимулировать ангиогенез, о чём был сегодня доклад, приводить к устойчивости к лекарственным препаратам, о чём тоже сегодня был первый доклад, и стимулировать иммуносупрессию. Более того, использование экзосом в качестве таргета для диагностики и мониторинга заболеваний позволит переходить к жидкой биопсии, что позволит использовать метод неинвазивный, более быстрый и дешёвый, и более процессивный. Более того, при использовании экзосом как источника белковых маркёров, будь то развития заболевания или мониторинга лечения, позволит повысить чувствительность и специфичность по сравнению с использованием непосредственно протеома крови. Как было, опять же, сказано ранее, в нашей лаборатории было высказано предположение, что так как экзосомы при выполнении своих функций способны не только интернализироваться мембраной клеток-реципиентов, но и формировать связи за счёт белков и за счёт небелковых взаимодействий и ассоциировать, диссоциировать. Вот в таком виде мы решили выделять экзосомы не только из плазмы, как сейчас принято при исследовании экзосом крови, но и эллиировать экзосомы из поверхности форменных элементов крови. Нами были сформированы группы здоровых женщин и больных раком молочной железы. Больные РМЖ были 1-2 стадии, без удалённых метастаз. Это была узловая, немультицентричная форма инфильтрирующего протока в РМЖ с рецепторами к эстрогенам и прегистинам. Соответственно, образцы крови делились на фракции плазмы и суммарного элливата, из которых в дальнейшем после фильтрации через фильтры диаметром порстон на метров и последнедовательных раундов ультрацентрифугирования выделялись наши образцы визикул. Следующим этапом исследования была характеризация полученных визикул согласно стандартам международного сообщества униклеточных визикул, в частности трансфессионная электронная микроскопия, которая показала, что действительно у нас препараты визикулярных структур экзосомального размера проточная цитофлоэрометрия на предмет поиска характерных экзосомальных тетраспонинов CD9, CD24, 63 и 81, в результате которой было также показано, что следующие субпопуляции экзосом… Ой, ой, батюшки, вот почему это со всеми происходило. И следующим этапом был нанотрековый анализ, в результате которого была измерена концентрация наших препаратов экзосом и их размеры, а также, в частности, показано, что в плазме крови при развитии рака молочной железы концентрация экзосом растет. Боюсь показывать, не буду. Значит, следующим этапом нашего исследования, после того, как мы охарактеризовали, что действительно мы выделяем образцы экзосом, мы строили, значит, протеумные карты, используемые 2D-электрофорезы. Это для экзосом плазмы и для экзосом, связанных с поверхностью форменных элементов крови. В частности, было показано, что при работе с экзосомами, с суммарными экзосомами крови повышается количество и качество белкового материала для дальнейшего выявления, что говорит о важности этой фракции. И нами было выявлено 11 участков на электрофорезических картах, где экспрессия изменялась при извитии рака молочной железы. С помощью протеумных референсов плазмы крови мы смогли определить 3 белка из этих 11 участков. Это альфа-2-хс-гликопротеин, который ранее являлся в составе экзосом, секретируемых B-клетками, клеточными линиями рака толстой кишки, печени и меланомы. А полипопротеин А4, который ранее выявлялся в составе экзосом тромбоцитов и экзосом мочи здоровых доноров. И транстеретин, который выделялся в составе экзосом тромбоцитов здоровых доноров и клеточной линии рака печени. Следующим этапом нашего протеума предоумного исследования было исследование с помощью молдитов масс-спектрометрии. Для этого препараты экзосом лизировались, носились на одномерный СДС диск электрофорез. Затем белки вырезались из гелии, трепсинализовались, и полученные пептиды концентрировались с помощью колонок ZipTip и анализировали с помощью молдитов масс-спектрометрии и использованием программного обеспечения Брукер. И в дальнейшем искали референсы белки с помощью баз данных SwissProt и NCBI. На данный момент нами выделено 98 белков в составе здоровых женщин и 64 в составе больных раком молочной железы. 12 белков встречаются как у здоровых, так и у больных раком молочной железы. Ряд из них представлены на слайде. Это универсальные экзосомальные белки. Также был выявлен ряд белков гиперэкспрессированных при раке молочной железы по литературным данным в составе экзосом, половина из которых была определена в составе экзосом впервые. На следующем этапе мы проанализировали полученный общий пул белков экзосом с помощью генных антологий, с помощью программного обеспечения String. Так, в частности, по биологическим процессам, в которые вовлечены наши белки, значительная часть белков была связана с регуляцией метаболических процессов, с транспортом экосредственным, с помощью визикул и с регуляцией апоптотических процессов. Что касается молекулярных функций, большая часть белков была связана с связыванием ионов, что объясняется тем, что эти белки могут участвовать в переносе в составе экзосом микро-РНК и связанным гепарина, который по недавним литературным данным ответственен за синтез и активность секреции экзосом, и белок, связывающие белки в составе экзосом, были также найдены, которые, значит, ответственны за транспорт в составе экзосом белков. Что касается клещных компонентов, визикулярные белки были широко представлены, были широко представлены белки из белок, связывающих комплексов. В качестве резюме был разработан метод выделения экзосом, который позволяет выделять экзосом не только из плазмы, но и связанную с поверхностью форменных элементов. Показано, что при раке молочной железы концентрация микровизикул в плазме крови растёт. По данным трекового анализа определены концентрации и размеры экзосом в крови здоровых женщин, и больных раком молочной железы. Показано, что по убыванию медианных флуоресценций представлены субпопуляции CD24, CD9, CD9, CD81, CD963 и CD24, CD63. Значит, с помощью 2D-электрофореза выделено, установлено Т3-белка, экспрессия которых повышена при развитии рака молочной железы. С помощью данных МАЛДИТОВ, МАЛДИТОВ, с помощью МАЛДИТОВ в масс-спектре Дмитрия, обнаружено 98 и 64 белка в препаратах экзосом крови здоровых женщин и больных раком молочной железы. 67 из них были идентифицированы впервые в экзосомах, они не индексированы в базе данных экзокарта. Согласно анализу генетических антологий, широко представлены белки, связанные с биологическими процессами регуляции метаболизма, транспорта средного визикулами, апоптоза, молекулярные функции большей части полученных белков экзосом – это связывание ионов и белков, что объясняется циркуляцией в составе экзосом функционально активных белков и РНК. Ну и также использование экзосом, связанных с поверхностью форменных элементов крови, позволит увеличить выявляемость спиртовомных маркеров за счет увеличения количества анализируемого материала. Хотелось бы сказать спасибо всем участникам исследования широкого и организаторам конференции, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое. Вопросы? Вот те три белка, о которых вы говорили, которые у вас гиперэкспрессированы в экзосомах, у онкологической больных, да? Вопрос-то он очевидный, да, то есть речь идет, видимо, о перспективах использования это в качестве каких-то диагностических критериев. Соответственно, вопросы очевидны, а что определение этих белков, этих же белков трех в плазме крови, оно не выявляет их, или есть какие-то данные литературы о том, что они тоже повышены при обухлевых заболеваниях, тогда какой смысл смотреть их в экзосомах, если они и так работают как маркеры. Или они не работают как маркеры, но они экзосомы специфичны и могут быть выявляться только в составе экзосомальной фракции. Ну, понятен вопрос, да? А, ну да, да. Ну, в плазме крови они как маркеры, насколько я знаю, не выявляются. А вы не смотрели в плазме крови? В плазме крови мы не смотрели. Может быть, они там тоже так же увеличены, как в экзосомах? За что биться? Ну, я думаю, что скорее всего-то, если мы посмотрим плазму крови, там они будут в минорах и вряд ли они будут достаточно... То есть они обогащены в экзосомах, да? Да, да, да. А экзосомы ими обогащены, да? У меня маленький вопрос. Вот вы определили, там, 90 там с чем-то белков здоровых и 64 больных, из них 60 не было в экзокарте? Ну, ну... Это основная масса из здоровых, я так понимаю, тогда? Ну, там примерно... Кажется, что из больных 60 определенных... Примерно одинаково. Там вот где-то, получается, 45%, по-моему, было, а я не знаю, как вернуться, определили новые экзокарты. Я вот проверял перед конференцией опять... Потому что мне кажется, что там уже в этой экзокарте есть, по-моему, все. Ну, а оно с каждым... Какой белок не возьмешь, они все есть. А у вас так удачно. Всего 150 определили, ну, грубо говоря, в целом. Из них 60 нет в экзокарте. С каждым годом приходится часть выкидывать, но все они уже, да, определены. А, то есть уменьшается этот процент. Да, это безусловно уменьшается. Экзокарта растет, вот как эти 3000 или сколько публикаций в 2018 году по экзосомам, понятное дело, что... Ну, да, потому что когда же какие-то экзотические белки смотришь, хоп, они есть. И здесь есть. Ну, вот части из белков, которые у вас были представлены, у нас тоже были, я знакомых увидел. Продолжение следует...